Мы почти на тротуаре были. Рухнувшая с крыши глыба сбила 53-летнюю Веру Васильеву с ног. Женщина приехала из Кургана в гости к сестре. Вместе они отправились по делам в службу судебных приставов. На выходе из здания все и произошло. Руки не слушаются. Начиная, наверное, от локтя и до кончиков пальчиков. И коренки также. Я не могу сама ни двигаться, ни держать. В руках ничего не могу. И сейчас как бы вот где-то сама грудь со стороны спины, вот там боль появляется. У родной сестры Веры Васильевой травмы менее серьезные. Галина Рязанова перенесла инсульт. Именно поэтому она решила воспользоваться приездом родственницы и вместе сходить в службу судебных приставов. Мы начали выходить с приставов. На крыльцо только вышли и вот теперь пошло. Мы даже не успели, только успели ноги поставить на ступеньки. Прямо над входом службы судебных приставов находятся балконы жителей этого дома. Предположительно, с одной из крыш на пятом этаже и упала огромная глыба. Именно поэтому коммунальщики утверждают, в случившемся виноваты владельцы квартир. Если они не смогли очистить козырьки пятых этажей у себя, они могли бы обратиться к нам с просьбой почистить, пожалуйста, у нас козырек. Владельцы тех самых балконов между тем предполагают, во время ЧП коммунальщики, скорее всего, вели работы по очистке крыши и не оградили территорию. Слышала, что что-то там бабах-бабах. Мне кажется, они там сами скидывали снег. Семья пострадавших планирует обратиться в суд и взыскать затраты на лечение, а также потребовать компенсацию морального вреда. Эльвира Ермакова, Петр Греков, Новости Татарстана.